Новосибирск Бог дал человеку свободу выбора. Но не все могут пользоваться данной привилегией с умом. Как правило, юные особо выбирают путь, который гласит «бери от жизни всё». Ведь они не понимают, что их ждёт за яркой упаковкой. Молодёжь выбирает негативные вещи, потому что они постоянно пропагандируются. Общество вырастает на том, что курить – это модно для молодёжи, что пить – это модно. И молодёжь думает, что тем самым она взрослее выглядит и пытается так самовыражаться, выделяться как-то из общества. Молодёжные служители посвятили свою жизнь Богу и хотят помочь другим. Кирилл Черканов однажды сделал, как ему казалось, правильный выбор. Но это решение привело его к большим проблемам. Молодой человек потерял доверие родных и отношения с друзьями, а также пять лет своей жизни. Слава Богу, Бог помог, говорит юноша. Сегодня Кирилл проводит молодёжные встречи по выходным. Его большое желание – достучаться до современников, чтобы те не совершили его ошибок. Свобода выбора. Бог дал человеку судьбу, но у человека есть выбор, пойдёт ли он по судьбе Бога или пойдёт он по судьбе дьявола и свернёт с пути, которым ему предписал Бог. Вот это, мне кажется, есть свобода выбора. Служение мы организовали для того, чтобы полноценно начать поклоняться Богу вообще, чтобы большое количество людей начать охватывать. Потому что у нас раньше были молодёжные какие-то домашние группы, это были такие минималистические собрания, когда мы обсуждали какие-то темы, какие-то насущные проблемы молодёжи. Но сейчас хотим выводить уже на более широкий уровень. По словам служителей, научить ребёнка делать правильный выбор в первую очередь должны в семье. Объяснять это надо с раннего детства, учить нравственности и прививать моральные принципы. Если же этого не получилось в семье, тогда окружающие, ближние люди должны позаботиться об этом. Это должны делать такие же ребята, такая же молодёжь, как они и сами. Потому что только мы можем послужить им. Мы прошли через такие же проблемы. Молодое поколение – это будущее всего человечества. Какая молодёжь сегодня, такое и государство, и страна в целом. 26 ноября в церкви «Исход» города Новосибирска прошло мероприятие под названием «Дружеские встречи». По словам организаторов, данные встречи для новообращённых и одиноких людей. Служители убеждены, человек, не имеющий общения среди верующих, долго в церкви не задержится. Церковь – это семья. И в семье это общение необходимо. Потому что, когда ты одинок, тебе плохо. Эта боль, это одиночество, оно съедает тебя изнутри. А когда есть общение, люди меняются через общение. Но так ли важно иметь друзей среди верующих? Или достаточно общения с друзьями на работе или с соседями по дому? Татьяна Михайлова – организатор дружеских встреч и служитель церкви. На личном опыте пережила разницу, и это подтолкнуло её к созданию проекта. В церкви, да, дружба, что я увидела? Это бескорыстная дружба. Действительно, когда люди сами что-то проходят, что-то прошли и искренне хотят помочь другому человеку. То есть раньше, ну, в миру тогда, да, у меня были друзья, я не видела этого. В основном, ну, дашь на дашь, да, или как бы я тебе сделаю, ты мне сделаешь. А здесь нет. Татьяна искренне желает помочь одиноким людям раскрыться, найти друзей и поддержку в Доме Божьем. Яков пришёл на встречу, так как стремится к общению с верующими. Как говорит мужчина, он находится ещё в начале своего пути с Богом и желает иметь единомышленников. Круг общения – темы, где, можно сказать, такие вещи недоступны для общения в другом, в другом, где где-то там с соседями, где-то там с соседями по даче. Это люди, которые не понимают, и душа не раскрывается так, как и здесь. Хочется верить, что подобные проекты позволят новообращенным людям быстрее влиться в собрание верующих. В субботу 3 декабря в церкви «Исход» города Новосибирска прошли семинары под названием «Трансформация личности». Лекции основаны на учении апостола Алексея Ледяева об исцелении и восстановлении целостности души человека. Со слов спикеров проекта, подобные служения желательно посещать каждому человеку. Многие люди переживали в детстве отверженность, не чувствовали защиты со стороны родителей, с ними несправедливо обращались, и все это стало причиной аморального образа жизни – ненависти к людям, злости и замкнутости. Рано или поздно, невзирая на столько, сколько лет прошло, твоего пребывания с Богом и служения в церкви, однажды придет этот момент, когда придется встретиться с самим собой и поговорить со своей душой, и вообще выявить и выяснить, что же там внутри происходит, что же происходит, почему ты реагируешь на те или иные вещи именно так, как ты реагируешь. Почему поднимается боль, почему поднимается ненависть, гнев? Приходит время разобраться, поэтому это служение абсолютно для всех. Ирина Захарова уже не первый раз посещает подобное служение. На трансформацию личности она приходит за внутренним исцелением. На этом служении девушка увидела себя вновь ребенком, оставленным и беззащитным. Сегодня увидела те детские моменты, где я была отвергнута. Простила тех людей, кем я была отвергнута. В общем, тяжело, но я пробую. Я знаю, что с сегодняшнего дня, выйдя сейчас из храма, я буду думать по-другому. И исцеление мое, оно сейчас произошло, в том, что я нуждаюсь, в чем именно на данный момент я нуждаюсь. В жизни Ирины начались перемены. Девушка понимает, что это Бог ведет ее и учит полностью доверять Ему. Я знаю, что Он мне покажет и в следующей трансформации, там, где мне нужно также получить исцеление. Я очень благодарна Свете, Юле, конечно, Саше. Они очень много мне показали здесь, с чем я буду молитвой приходить к Иисусу и говорить, что я поставила сегодня там, на этом месте крест, там, где я была отвергнута. Во время служения спикеры поделились личным опытом. Рассказали о том, как формируются твердыни внутри человека и откуда приходят проклятия. Каждая проповедь подкреплялась в молитве освобождения, отречения и покаяния. Человек слышит истину. И как Писание говорит, истина его освобождает. Истина делает нас свободными. То есть и происходит эта трансформация, когда ты перерождаешься и возрождается новая личность, которая любит Бога, которая любит людей, которая любит прежде всего себя. Потому что зачастую мы сидим в рабстве непрощения, когда мы простить самих себя не можем.